МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фиксирован значительный рост цен за год на продовольственные товары. Учеба в аварийных условиях. Жители села Хасанай в Авертовском районе бьют тревогу из-за состояния школы. Частичка пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, уже в Ботлихе. О выставке священных реликвий расскажем в выпуске. Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего водителя, который насмерть сбил ребенка. ДТП произошло в ночь на 22 марта на федеральной автодороге Астрахань-Махачкала. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся. 13-летний мальчик от полученных травм скончался на месте. А 39-летняя жительница Махачкалы, тетя, ребенка в тяжелом состоянии, доставлена в больницу. Мужчина уже задержан, проводятся следственные мероприятия. По данным ряда СМИ, подозреваемый бывший сотрудник ОМОНа, которого недавно уволили из органов внутренних дел. Цены на мясо в республике за год поднялись почти на 22%. Об этом сообщает Дагестанстат. 510 рублей. Такова средняя стоимость килограмма говядины в регионе. Год назад эта цифра составляла 420 рублей. Как отмечают эксперты, на темпы инфляции в основном повлияли цены на продовольствие. По некоторым товарам отмечается существенное подорожание. Так, например, куриные яйца стали дороже на 69%, охлажденные куры на 41%. Это данные за год. А вот стоимость некоторых видов плодовочных всего за месяц выросла на 4%. Жители села Хасанай в Бабайуртовском районе не опять основы обьют тревогу. А все потому, что их дети учатся в школе, которая буквально разваливается на глазах. Недавно в образовательном учреждении обвалилась стена. Чтобы такая же участь не постигла другую, ее поддерживают деревянные подпорки. Моя коллега Салия Магомедова расскажет подробнее. В таких условиях сегодня учатся дети в крупном дагестанском селе Хасанай. За знаниями сюда ходят почти 170 мальчиков и девочек. И если ребята еще пытаются сохранять позитивный настрой, у педагогов опустились руки. Зайна Паджаматова работает социологом в школе 43 года. Параллельно преподает математику пятиклассникам, потому что не хватает кадров. Я хотела всего в этом году даже уйти со школы. Заявление тоже написала. И ради детей осталось в этой школе. Они не понимают то, что я объясняю. Они не понимают. Они слушают другого учителя. То там, что говорят дети. И поэтому очень трудно в таких условиях объяснить и дать им знания. Настоящей школы в Хасанай никогда не было. Учебный процесс в этой местности в разные годы проходил. В старом медпункте, колхозных складах, теперь вот в Доме культуры. Это первый корпус образовательного учреждения. Раньше здесь располагались сцены и зрительный зал. Сейчас же их разделили на три учебных класса. И чем? Легко воспламеняемой фанерой, от прикосновения к которой она прогибается. Отсюда, кстати, и сильная слышимость, о которой ранее говорила педагог. Эти импровизированные стены не спасают от посторонних звуков. Есть тут еще одно помещение, больше напоминающее подсобку. Раньше это была гримерка, но теперь в этом небольшом помещении ютятся музейные экспонаты и книги. Это библиотека без читального зала. Из которой, как говорят учителя, взял учебник и убежал. Например, во второй корпус школы, где уместились уже четыре класса. Здесь ситуация ничуть не лучше. Протекает крыша и образовались дыры в полу, из которых в любой момент могут вылазить змеи и крыса. Но отдельного внимания все же заслуживает пищеблок. В прошлом месяце одна его стена рухнула, и учителя закрыли огромную дыру тоже фанерными листами. Чтобы не обвалилась другая, администрация учебного заведения использовала вот такие деревянные подпорки. Принадлежит нашей школе два здания, которые оба признаны в 2019 году аварийными. Специальная комиссия сельско-безопасности проверяла и дала нам соответствующее заключение, что в этой школе частично можно использовать по назначению, а в основном подлежит сносу и постройке нового здания. Перечислять проблемы можно еще долго. К примеру, дети здесь не ходят в 10-е и 11-е классы из-за того, что на всех учащихся просто не хватило кабинета. Поэтому фраза «в тесноте да не в обиде» явно не про этих школьников. В попытке изменить ситуацию учителя и родители годами обращались в различные инстанции. В данный момент никакой перспективы обещаний построить новую школу. Пока абсолютно мы не получаем. Мы получаем администрации нашего района. Было финансировано проектирование новой школы на 200 ученических мест. Где-то в пределах 7 миллионов было израсходовано на получение проекта. Но мы чего боимся? Проект устаревает за три года. Вот уже у нас один год проходит. Школу в Хасанай местные жители ждут без малого 20 лет. Сейчас огромная территория, под которую отведено будущее учебное заведение, фактически пустую. Люди отчаялись настолько, что попросили помощи у общественного движения президента страны. Наверное, будем обращаться уже и к председателю правительства, и к другим инстанциям. Но этот вопрос надо решать, потому что само село уже, я думаю, они к разным мерам готовы присоединиться и к протестам. В Миноборнауке Дагестана нам сообщили, что строительство школ в республике финансируется по нацпроекту образования. Его реализация завершается в этом году, а потому включать в него ветхие объекты уже никто не будет. Сейчас Министерство просвещения России разрабатывает новую федеральную программу, которая будет запущена в 2025 году. Помочь внести в нее Хасанайскую школу пообещали в региональном ведомстве. Ну а пока дети в селе продолжат свое обучение с риском для жизни и здоровья. Салия Магомедова, Шамиль Хириас Сулаев, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Баба-Юртовский район. Лицезреть частичку пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Такая возможность появилась у всех желающих с 22 по 25 марта в селе Ботлих, Ботлихского района. Сегодня состоялось торжественное открытие слова Хамзину Магомедову. Сегодня радостное событие для всех дагестанцев. Реликии пророка Мухаммада, мир ему и благословение, прибыли в село Ботлих. Здесь будет представлено 39 исторически ценных вещей. Среди них принадлежности посланников Всевышнего, его семи сподвижников и праведных предшественников. Главная ценность, сохранившаяся до сегодняшнего дня, это волос пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Она также будет представлена общественности. Реликии приехали из Махачхилы, из дома хранителя реликвии, муфтия Дагестана, шейха Ахмада Афандия. Автоколонну до села практически в каждом населенном пункте встречали местные жители. Сегодня же ночью, буквально через несколько часов, планируется открытие выставки. Она продлится до 25 марта включительно. Хазнур Макбидов, Халид Ахмеев, телеканал ННТ, село Ботлих, Ботлих, Скираин. И также имама селения Ботлих, за перхожей, и также общественные деятели Абдул-Матали. Самый главный волос, уважаемые дорогие братья. Ифтар для руководителей в сфере образования организовал Совет имамов города Махачкалы совместно с профильным управлением. В ресторане конно-спортивного клуба «Зебра» прошел вечер разговения с участием педагогов, директоров и заучей школ. Эмилия Раджабова, заместитель мэра столицы, передала благодарственное письмо от Юсупа Умавова, председателю Совета имамов Абдулия Ахалову, за ответственный подход к работе. Вам вручить благодарственное письмо от главы города Махачкалы, от Юсупа Джамбековича Умавова. Примите, пожалуйста, свой адрес за добросовестный труд, а также систематическую поддержку при проведении мероприятий администрации города. Мероприятие сопровождалось викторинами, розыгрышами с подарками, выступлением богословов. По завершении его педагогам вручили презенты. Совет имамов активно сотрудничает с управлением образования города. Многие проблемы, касающиеся всего дагестанского сообщества, они решают в тесном взаимодействии. Очень часто мы обсуждаем, поднимаем эти темы, как бы сделать так, красиво поблагодарить руководителей за поддержку, за сотрудничество, за взаимоподдержку, за понимание, как бы выразить слова благодарности. И вот пришли, так как месяц Рамадан, благословение месяц, когда еще не в месяце Рамадан, и с целью поблагодарить вас, выразить вам слова благодарности, теплые признания за работу вашу, за труд, за терпение, особенно за сотрудничество с отделом просвещения. Мне, конечно, хочется поблагодарить за то тесное взаимодействие, о котором вы сказали. Абдулла, спасибо большое вам. Вы председатель Союза имамов Махачкалы. И настолько с первого момента, как мы с вами познакомились, нам комфортно работать вместе. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что бывает очень много различных важных вопросов, которые без вашего, порой, личного вмешательства с нашим родительским сообществом нам было бы сложно разрешить. Махачкале прошел республиканский этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок». 12 команд из разных районов республики соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и метанию гранаты на дальность. Участие в нем приняли девочки и мальчики в возрасте от 14 до 15 лет. Я прошла два этапа, и получилось так, что заняла первое место, и дальше меня направили сюда. От этого конкурса что ожидаешь? Какое место? Не знаю, первое хотя бы. Надеюсь на первое. Стоит ли такие фестивали проводить? Да. Да. Чем больше там проходим этапов, чем интереснее будет, больше интереса. Цель мероприятия – привлечь школьников к занятиям физкультурой и спортом, а также совершенствовать навыки обращения с оружием. Победители, призеров и участников наградили дипломами, грамотами и медалями. Мы стараемся создать те условия, при которых в любых погодных условиях, в первую очередь, и несмотря на то, что ветер, не в закрытых помещениях у нас проходит стрельба. Также у нас и метание гранат проходит здесь. Дагестанские штангисты завоевали две золотые медали на старте первенства России. Юношеские соревнования среди спортсменов не старше 17 лет проходят в Оренбурге. В категории до 49 килограмм отличился Ислам Абакаров. Подопечный тренера Мансур Альмжзаева набрал в сумме 180 килограмм. В рывке Хазавюртовец поднял 85, побив рекорд России. Золото первенства страны Абакаров выигрывает второй год подряд. У нас команда как никогда в обширном, большом составе. Ребята все, мы проходили длительную совместную подготовку на сборы, и все ребята сдружились. С Исламом работать не так трудно. Парень талантливый, грамотный, то есть старается, в принципе, легко работать. Касаемо именно Ислама Абакарова, конечно же, мы ехали только за победой. Он и прошлогодний чемпион, и на тренировках мы поднимали такие килограммы, что нам внушало вот эту уверенность, что мы должны победить. Только с одним чувством, что нужна победа. Да, я тоже так же настраивался только на победу. Что-то ниже победы уже являлось поражением для меня. Успех старшего товарища по команде повторил Шарабудинезиев. Атлет из теления Параулка Рабудахинского района занял первое место в такой же категории, но среди спортсменов до 15 лет. Воспитанник тренера Расула Тимрибекова в общем итоге набрал 157 килограмм и был недостигаем для конкурентов. Ну, честно сказать, чуть-чуть подготовка. У нас месяц Рамадан начался, а целый день мы не могли кушать. И пейс тоже продерживали. И после целого дня не кушали, воды не могли нормально пить, и чуть-чуть сложности были подготовки. А так, в целом, все прошло у нас удачно. Первенство России завершится 30 марта. Напомним, что дагестанскую команду в Оренбурге представляют 20 спортсменов. Динамо накормит постящихся. Болельщики, пришедшие на матч махачкалинцев с лидером первой лиги клубом «Химки», смогут провести разгобение на Ажиарене. Центральный матч 24 тура состоится в это воскресенье 24 марта в 19.30. Для постящихся организуют раздачу воды, фиников и плова. Динамовцы идут на третьей строчке в турнирной таблице. Победа над «Химками» поможет белоголубым вернуть лидерство. Вход на стадион будет свободным. На этом наш выпуск подошел к концу. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго, хороших новостей и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok